Половодье в бассейне Камского водохранилища началось 12 апреля. При этом сегодня уровень воды в районе Камской ГЭС ниже нормального почти на 6 метров. В период паводка Камский гидроузел регулирует сток Камы и защищает Пермь от существенного подтопления. О том, насколько эффективно, можно судить по любимому пермяками арт-объекту «Счастье не за горами». При отсутствии ГЭС он был бы полностью скрыт под водой. В этом году во вторую волну паводка не ожидается даже подтопления Пермского счастья. Сейчас Камская ГЭС работает в режиме наполнения водохранилища и к 11 мая мы выйдем на отметки 106 метров 50 сантиметров, 106 метров 80 сантиметров. Приток воды еще не достиг в пределах турбинных расходов. Когда приток превысит турбинные расходы, будут открыты затворы и вода будет пропускаться через водосливную плотину. Существуют прогнозы, что максимальный расход воды будет составлять 4700 кубейских метров в секунду в Нижний Бьев. При этом, уже на технические вопросы перейду, отметка уровня Нижнего Бьева достигнет 91 метр. При этом, счастье не за горами, не должно быть подтоплено. В целом, в Прикамье паводок 2019 года проходит в штатном режиме. Благодаря погоде, таяния и наполнение рек идет постепенно. Эту информацию подтверждают 120 водомерных постов по всему краю. По их же данным, движение льда еще не началось в пяти районах – Гаинском, Чердонском, Березняковском, Чусовском и Суксунском. Лед здесь должен тронуться в период майских праздников. Это время, по прогнозам, и станет вторым этапом паводка. Развиваться, по словам специалистов, он будет по благоприятному сценарию. Из показателей, которые характеризуют паводковую ситуацию, у нас только один показатель – это наличие влагозапасов в снеге. Он на 5-10% превышает среднее многолетнее значение. Все остальные показатели либо в норме, либо ниже. То есть никаких рисков мы по повышению паводковых вод пока не видим. Тем не менее, в зоне риска ежегодно остаются Кунгурский, Кудымкарский, Кишерский и Чусовской районы. Если же природа решит действовать по иному, неблагоприятному сценарию, для борьбы с последствиями паводков при камне подготовлены 15 тысяч человек и около 3 тысяч единиц техники. Созданы 78 пунктов временного размещения, способные вместить 17 тысяч человек.